С любопытством посмотрел некоторые материалы, которые, как кажется некоторым нашим азербайджанским соседям, достойным ответом антитопору. Говорят, когда кажется, креститься нужно, но этим-то оно ни к чему. Учиться им и правда нужно, и воспринимать правду такой, какая она есть, горькая или она сладкая, неважно, она правда. Вот мил человек решил антагонизмом заняться и рассказать своим зомби-слушателям про армянскую историю. Из программы в программу врет так, что сам начинает путаться и запутывать своих слушателей. Интерьерчиком обзавелся, украсил его книгами в шкафу и легким книжным бардачком на столе. Визуализация, так сказать. Якобы ведущий говорит правду, ссылаясь на всю эту кучу источников. Еще один секрет фальшивой информационной пропаганды, когда вокруг оратора из ящика куча книг и документов. Но они либо вовсе не используются, либо, опять же, для видимости из той кучи выносятся одна-две книги, чтобы использовать цитату, вырванную из общего контекста. В этом главное отличие антитопора. У меня здесь, как видите, пусто. Кроме обычного антитопоровского стяга у меня за спиной. И у меня, в принципе, ничего лишнего больше нет. Лишь краем угла виднеются некоторые тепломы и грамоты на стене. В том числе и международные, и отечественные. И то, как правило, в объектив они не попадают. И мою лекцию подпитывают не от себя тина, а конкретные независимые источники. Некоторые из них я специально сегодня приготовил. В конце я скажу для чего. Что очень важно. И эти источники каждый раз я даю своим зрителям для более детального изучения. Как говорится, все гениальное просто. Ну что ж, мои зрители уж точно в сборе. Но собрались ли зрители этого азербайджанского лагуна? Аэдзер, проведи у себя там перекличку. Все ли у тебя на месте? Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Ну все так все. Один правда отсутствует. Что ж, начнем без него. Внимание на экран. А сегодня, дорогие мои, мы поговорим о Великой, а точнее Большой Армении. Согласно исторической науке, это государственное образование, появившееся во II веке до н.э. и просуществовавшее до V века н.э., то есть порядка около 600 лет. На концепции и на истории Великой Армении держится вся идеология армянства, армянского национализма. И вся историческая концепция основывается именно на период так называемой Великой Армении. Обратите внимание, человек сам рассказывает и показывает на карте и Википедии Великую Армению. Называет ее государственным образованием и в то же время все, что сам сказал, показал, назвал так называемым, так называемая Великая Армения, самому себе и не верит. Складывается впечатление, что этот человек не только себе, но и другим не доверяет. Так это Великая Армения или все же так называемая Великая Армения? Ладно, слушаем дальше. Однако, если рассмотреть более обстоятельно, что такое Великая Армения, кто ее создал, где она находилась и реально сколько просуществовало, возникает масса вопросов, на которые, к сожалению, не то что армянская, но даже европейская и российская наука старается не отвечать, обходит стороной. Почему? Потому что концепция государственности Великой Армении в современной истории создавалась усилиями как европейской политики, так в частности и российской политики, а затем европейской науки, российской науки. И уже этот концепт привел к тому, что армянская наука довела эту концепцию до так называемого итога и уже в течение порядка 70-80 лет на академическом уровне преподает его как внутри страны, а также развивает эту идею далеко за пределами современной Армении на Кавказе. Я думаю, вряд ли кто-то что-то понял, ибо чтобы понять всю эту несуразицу, что нам поведал этот человек, нужно быть как минимум одним из тех в атаре овец, кто принимал участие в перекличке. Тем не менее, я бы хотел поблагодарить оратора за Великую Армению. Наконец-то он это сказал и даже показал. Ведь этот же оратор раньше вовсе талдычил, что не было никакой Армении, тем более Великой. Что армян, видите ли, грибоедов привез черт знает откуда. Видимо, настало время придумать для своих соотечественников новую версию происхождения армян. Ведь говорить можно что угодно, а карты и тысячи книг о Древней Армении никуда не денешь. Только одна маленькая поправочка. Та карта, которую показал оратор, не имеет отношения к Великой Армении. Это карта Армянской империи. И как можно не заметить это при подготовке материала. Ведь смотреть будут не только овцы, но и люди. К тому же на карте так и написано. Армянская империя. И внутри, собственно, сама историческая Великая Армения. Ведь все написано. Касаемо армянской идеологии, которая строится на Великой Армении. А что тут плохого? Великая Армения, как мы видим, историческая территория армян. Границ четко обозначены. Кстати, мы видим и Карабах в ее составе. Сам оратор это показал. Что не так? А Армянская империя, за которую принял этот горе-историк Великую Армению, не входит в армянскую идеологию. Армяне прекрасно понимают, что эта огромная территория, взятая Тиграном и его войском, не есть историческая Армения, а оккупированные территории. Именно поэтому вы нигде и никогда не услышите, что Армения претендует на Сирию, на Ливан, на Палестину, или Северный Ирак, которые входили некоторое время в Армянскую империю. Речь лишь о Великой Армении. А что это, я уже сказал. Да и на карте написано. Далее любопытная реплика. Мол, европейцы и русские сговорились с армянами. Представляют миру Древнюю Армению. Послушайте, уважаемые, если бы европейцы и русские сговорились с армянами, то территория у армян сейчас была бы от Анталии до Баку. А пока что эти жирные земли в вашем распоряжении. Вы права не имеете, что кто-то в сговоре с армянами говорит. До меня даже не доходит, как это можно. И вообще, благодарите тех же европейцев и тех же русских, что ваш народ есть именно как народ. В пределах той границы, где населяли еще каких-то 100-150 лет назад разрозненные тюркские племена, выходцы из Туркмении. К примеру, вы показываете Великую Армению или Армянскую империю, а рядом ни Азербайджана, ни Турции. О чем это говорит? Просто подумайте. А пока вы думаете, мы посмотрим дальше. Так, что же есть Великая Армения? Мы будем говорить о том самом периоде, когда, согласно историческим хроникам, Великая Армения, Мейджор Армения или Грейд Армения, по разуму называют. Великая она, потому что территориально была немного больше других образований. Интересное определение, которое никогда не встречала. Великая она потому, что была больше других территориальных образований. Что ж, давайте заглянем, так ли это. Вот, например, карта Армении начала новой эры. Как мы видим, рядом с Великой Арменией есть соседи с куда более крупными территориальными образованиями. На юге Парфянское царство, превосходящее в размерах Армению в несколько раз. Или на западе Римская империя. Огромное образование. И, кстати, территория Парфян всегда была больше Великой Армении. Даже когда Армения была империей. А Великой Армения называлась потому, что были две Армении. Малая соседняя и Большая Великая Армения. И Малая Армения тоже указывается на картах между Понтом и Большой Великой Арменией. Вот как на этой карте. Начнем с того, что речь идет о географическом термине. Под Арменией подразумевается определенный горный регион, географический, находящийся в Малой Азии. Понимаете? Не на Кавказе. В Малой Азии. На территории современной Турции, на стыке ее территории Сирии, немного с Ираком и чуть-чуть с Ираном. Это значит устье рек Ефрат-Тигр и окрестности озера Ван. Вот то самое место, которое считается колыбелью географической Армении, где проживала масса различных этносов и народов под общим названием арменийцы. Не армяне, как ошибочно, к сожалению, переводят на русский язык сейчас это слово. А именно арменийцы. Кто такие арменийцы? Это различные народы, проживающие в географической Армении. Все равно, что кто проживает в Европе. Европейцы. Разные народы, разные вероисповедания, разная этничность. Кто такие кавказцы? Это разные народы, разные вероисповедания, проживающие на Кавказе. Кто такие балканцы? Это опять-таки разные этносы и вероисповедания, проживающие на Балканах, можно бесконечно продолжать, американцы и так далее. Это определенные народы, проживающие в какой-то географии. Никаких посылов на государственность или на моноэтничность обнаружат невозможно в источниках. Однако на базе вот этого искаженного слова «армяницы», превращенного в армяне, сейчас подразумевается, что на армянском Нагорье, на территории Великой Армении, сугубо проживали армяне, прямые предки нынешних армян. У меня часто мои русские и нерусские приятели и коллеги спрашивают, не надоело ли тебе на весь этот бред отвечать? Я же им говорю, проблема в том, что не хочется иметь зомбированных туфтой соседей, ведь они же тоже люди. Так вот, уважаемый, главный вопрос. Откуда вы этот бред берете с армянецами? Вы окружили себя тонный книг, и где это написано? Ведь во всем мире лектор, когда передает знания, он мотивирует чем-то свои слова, и обязательно, что очень важно, использует литературу, которую предлагает своим слушателям или студентам. Так было всегда, так есть и сегодня, во всех вузах мира. Или, может быть, в Азербайджане это не приветствуется? Я, к сожалению, не знаю об этом. Но покажите, покажите мне, кто писал об этих диковинных армянийцах, именно армянецах, а не армянах. Геродот писал именно об армянах как народе. Страбон писал именно об армянах как народе. Иосиф Флавий и масса других античных и средневековых историков, географов, путешественников писали именно об армянах как народе, населяющих Армению. Да даже вы сейчас, когда показали карту эту, отрезав часть восточной Армении так, чтобы восток Армении в экран не вошел, и чтобы прокомментировать, мол, что за Кавказье не имеет отношения к Армении. Даже на этой карте в стране Армения четко написано «Армяне». Именно армяне, а не жители региона Армения или арменийцы. Вы хоть тщательно подготавливайтесь к выпускам своим. Прежде, наверное, нужно это делать, чем показывать одно, а говорить совсем другое. Зачем говорить о белом и показывать черное? И название темы смените заодно. Уж как-то не по-русски оно у вас звучит. Откуда есть пошла Великая Армения? А то можно подумать, что Великая Армения пошла куда-то кушать. Армения – это государство, которое населяли армяне. Возможно, и другие народы. Но стержневым населением были именно армяне. И источников масса. Чтобы вы изучили тему, прежде чем пудрить своим соотечественникам головы. Да, есть кавказцы, балканцы, перенейцы, скандинавы. Все это есть. Но не забывайте, что в этих регионах есть и народы. Что среди кавказцев есть чеченцы, ингуши, адыги. Что среди скандинавов есть шведы, норвежцы, лапланцы. Что среди балканцев есть албанцы, болгары, сербы. Все очень просто. Тот же самый Тигран Великий, который в первом веке до нашей эры поднял армянское государство и довел его до пика, как считается, развития. И расширил его максимальной территории. Он этнически не является армянином. Это парфянин из парфянского рода. Его предки парфяне и его потомки парфяне. Эти парфянские династии на огромном ареале Востока создавали государство, в которое, отколошись, в частности входила географическая Армения. Буквально в маленький период, в течение каких-то 25-30 с небольшим лет, Тиграну Великому удалось распространить свою власть временно на какие-то территории Кавказа. Однако всего 30 лет. Но в академической науке, а особенно в армянской науке, это преподается так массированно, что создается впечатление, что этот Тигран Великий и Великая Армения правили как минимум несколько веков. Какие-то 30-25 лет преподносятся как бесконечный длинный период армянской государственности. А ведь общеизвестно, что спустя некоторый период Тигран Великий не смог удержать эти территории. И вообще понятие вот этой армянской государственности опять-таки ослабло и было разделено между соседними империями. А к 4 веку вообще были упразднены любые понятия армянской государственности, которая, еще раз повторяю, находилась не на Кавказе, а в Малой Азии, не имея никакого отношения к Кавказу. В этой передаче мы поговорили об одном из эпизодов государственности, имевших место в географической Армении. В следующей передаче мы коснемся того, что такое Армения как термин и кто такие армяне как этнос. То есть в следующей передаче будет другая версия об армянах. И наверняка, что армяне это тюрки. К сожалению, я, скорее всего, не посмотрю, так как времени на бред вряд ли хватит. Но обратите внимание, этот человек в начале своей программы сам показал карту Великой Армении, где она простирается и до Закавказья в том числе. А в конце передачи уже говорит о том, что Кавказ, имеется в виду Закавказье, не имеет отношения к Армению. Между тем, я не этот азербайджанский халуй, чтобы нести от себя тину и на пальцах что-либо объяснять. Есть вполне серьезные источники, которые на раз-два провергнут знания исторической географии этого халуя. Даже те же античные. Например, одна из первых писанных человечеством географии. География Страбона. Одиннадцатая глава географии Страбона как раз и описывает Армению. И здесь указаны четкие ее границы, как на западе страны, так и на востоке. И мы читаем у Страбона, что восток Армении граничит Сибирией, нынешняя Грузия, Албанией, нынешний Азербайджан. Также обратите внимание, Страбон пишет, что Армения горная страна, где с трудом возделывается виноградная лоза. И более того, он пишет как раз о той области, которую сейчас принято называть Араратской долиной, что близ Еревана. И долину эту Страбон называет долиной Араксенской, местом, где протекает река Аракс. Так что халуй Алиевской агитмашины снова соврал своим апологетам, состоящих из овец. Теперь о Тигране Великом. Неудивительно, что этот рупор азербайджанской дезы и в династиях полнейший ноль, как и в исторической географии и истории в целом. Но у меня следующий вопрос. А где вы видели монархические семьи одной определенной национальности? Монархи на то и монархи, что заключают браки из себе равных, из других королевств. Разве Романовы сплошные русские? Или бурбоны сейчас в Испании, испанцы? Корни Тиграна Великого имеют как парфянское происхождение, так и армянское. Скажу больше, у него бабушка была Аланкой. Супруга армянского царя из рода Ервандуни и дед Тиграна Второго, Арташес Первый, был женат на аланской принцессе Сатиник. Те парфянские корни, о котором говорит Халуй, пока дошли до Тиграна, уже успели раствориться так, что и сам Тигран Второй считал парфянскую империю своим врагом, и дело доходило до войны. Вы почитайте о нем, очень интересно. И почитайте о других армянских царях. А то собрали кучу книг вокруг себя для видимости, но от самого пахнет безграмотностью, а в голове словно 0,6. Также, как известно, Византии несколько столетий правили армянские династии. Но никогда ни от одного армянина вы не услышите, что Византия была армянским государством. Назвать всех слушателей этого азербайджанского чудака овцами с другой стороны тоже не хотелось бы. Ведь среди них есть просто безграмотные в исторической науке люди, которые слушают, развесив уши этого чудака, только потому, что хотят от него услышать. И Халуй это знает, поэтому и рассказывает им свои байки. Обратите внимание на вот эти вот комментарии под этим выпуском. Эту историю нужно перевести на несколько языков и переправить в другие страны мира. Даже ролик нужно перевести на другие языки. Ай-ай-на-хану! Все давным-давно знают, просто с ними никто не хочет связываться. По комментариям можно судить, кто его слушает. Особенно по этим двум. Я тоже советую Халую перевести свою эту историю на многие языки мира вместе с комментариями. Пусть больше людей познает государство, где знание ничто, а деньги все. И напоследок, как это принято, в отличие от вас, даю литературу на тему, которую мы сегодня обсудили. Книга Амфитеатрова, Армения и Рим. Вышла она в конце позапрошлого века, буквально в ближайшее время переиздастся. Это Амфитеатров. Остробоне мы говорили. Геродот тоже. Здесь можно просмотреть, проверить мои слова на вшивость, так сказать. Вестник древней истории. Замечательная здесь статья. Это, значит, журнал издательства наука, 1981 год. Академия наук СССР, между прочим. Это не просто так. И причем здесь статьи о Великой Армении, о древних армянских государствах и о Тигране Великом писаны не только советскими учеными, но и американскими, западными в том числе. Далее, очерки армянской истории культуры Веселовского. Тоже очень рекомендую. Далее, Иоганн Шильдбергер. Тоже очень занимательная тема. Путешествия по Европе, Азии и Африке с 1394 по 1427 годы. Он описывает именно этот промежуток, отрезок времени, но и уводит читателя в экскурс Великой Армении. И вот еще одна хорошая вещь Анинского. Древнеармянские историки как исторические источники. Здесь говорится о том, что многие европейские ученые пользовались как раз-таки именно армянскими источниками, потому что многих стран Европы не было на свете, когда армяне уже писали рукописи. Ну и на сегодня все. Мы еще не раз с вами увидимся. До следующих встреч в эфире. До свидания.